Праздник В этом доме будут продолжать работу волонтеры фонда имени Юрия Штерна, покойного депутата Кнесета, умершего от рака в 2007 году. В его память семья Штерн основала фонд и Центр холистической помощи онкологическим больным. Прежний обитель центра, пятикомнатная квартира, хоть и называлась домом Штерна, но лишь символически. Сейчас это действительно большой и красивый дом. Мне кажется, что это дворец. Я уж не говорю о том, что это настолько достойно памяти Юры, наконец, именно такое здание. И поэтому для нас это большой праздник. Это как бы наш холл, где сидят пациенты, встречаются добровольцы и наши специалисты вместе с пациентами. Это Сапир и Фрат. Они то, что называется Бнот-Черут. Альтернативная служба. Во-первых, это стариннейшее здание темплеров. Первое здание построено вообще на этой улице Эмик Рафаим. И вот если вы посмотрите на эти комнаты, на эти своды, на эти потолки, то, конечно, только входя сюда, уже пациент ощущает такое расслабленность и тишину, и спокойствие. Можете обратить внимание, это оригинальная плитка, которой, я не знаю, 150 или сколько там лет. Но для того, чтобы превратить эти комнаты в специализированность, подходящие для нашей работы, пришлось, конечно, вложить немалые средства. Это, например, нам подарили пианино, замечательное, немецкое. Я надеюсь, что мы тут сможем устраивать какие-нибудь вечера. Наши добровольцы, чтобы записать результаты своих процедур, они не ютятся в небольшой кухоньке. А у каждого из них есть место рабочее, и после каждой процедуры они записывают результаты в компьютер. Волонтеры Центра Эмилия Штерна в больницах и в своей клинике проводят процедуры комплементарной, нетрадиционной медицины – массажи, шацу, мануальную и психотерапию, которые наряду с конвенциональными методами помогают людям в самые тяжелые моменты их жизни. Помогают не только больным, но и их родственникам, тяжело переживающим болезнь и, увы, иногда смерть близкого человека. Все они, больные, их семьи, волонтеры – это уже большая община с крепкими человеческими связями. Когда я заболел, как будто небо на меня упало. Я не знал, куда идти, кому обратиться и что делать. Здесь мне дали силы справиться и вернулись желание жить. Встреча с добровольцами Центра, с Леной, я не смогу удержаться от слез, описывая, насколько особенное это место. Такую любовь можно найти только в этих стенах. И мы это видим сегодня здесь. Комплементарная медицина до сих пор не везде признана, в том числе израильским министерством здравоохранения. Волонтеры Центра проходят специальную подготовку, но они не медики. И поначалу в онкологических отделениях их принимали отнюдь не с распроцертыми объятиями. Среди активных антагонистов был и профессор Юлантан Олеви. Сегодня он президент медицинского центра Шаре Цедек, в котором работают волонтеры Центра Юрия Штерна. Поздравляя Центр с новосельем, он признал, что качество жизни пациента не менее важно, чем его физические показатели, и что врачам и волонтерам нужно работать вместе. И, что самое главное, он абсолютно им доверяет. Это, безусловное признание на самом высоком уровне, который откроет Центру Юрия Штерна новые возможности. В этом доме, в этом помещении мы сможем действительно помогать еще больше многим-многим жителям Иерусалима и окрестностей, тем, кто повстречал на своем пути онкологические заболевания. Мы можем здесь проводить многочисленные курсы, и мы уже это делаем. Центр уже подготовил волонтеров-холистов для хосписов Рош-Пи на Верхней Галилее. Я сказала, как же так, у вас там нет человека, который может дотронуться, который может сделать какую-то процедуру. Именно в эти месяцы это качество жизни, это необходимо. Это еще не все. Мы еще собираемся, у нас большие планы. Есть встречи в Теля-Шумере и в больнице Рамбам. И, в общем, сейчас здесь эта база, она позволяет нам действительно расправить крылья, и все, что было только в наших планах, мы сможем с Божьей помощью осуществить. В основе деятельности Центра близкая связь и личностные отношения между пациентом и целителем. Любовь, поддержка и уважение. Таких проектов нет в мире. Я везде рассказываю о том, что происходит в нашем отделении. Около 500 процедур в месяц. Это потрясающе. Я думаю, что Юра безмерно доволен. Не только потому, что это действительно необыкновенное здание, потому что в течение этих лет уже выработался сленг нашего центра. Говорят, тактильная техника Юрия Штерна. Так говорят. Это не я придумала, это они сами придумали. Поднимают телефонную трубку и говорят, здравствуйте, здесь дом Юрия Штерна. Наши пациенты говорят, я пошел к Юрию Штерну. Ну, это правда невероятно. 13 лет. 13 лет. Все, спасибо. 13 лет, это же Бармитс. Бармитс. Так поздравляем. Да. Субтитры создавал DimaTorzok